МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За рулем своего личного автомобиля Ксения Чичулина. Молодой и довольно успешный предприниматель. Ей всего 25 лет, а у нее уже несколько прибыльных бизнес-проектов. Прокат велосипедов, агентство недвижимости и своя бизнес-школа. Каждую тему, которую мы выбираем, это самая актуальная тема на данный момент. Родилась и выросла Ксюша в Кустанайской области, в поселке Свердловка. В семье она второй и младший ребенок. При этом, со слов Ксении, будучи маленькой, ее никогда сильно не баловали. Я всегда знала обо всех проблемах, которые возникают в семьях. Я знала о том, куда можно пойти, куда нельзя. Я знала, что такое хорошо учиться, что учиться хорошо, это действительно хорошо, это нужно. Это нужно не просто для того, чтобы получать пятерки и радовать маму и папу, а это нужно в первую очередь для меня самой. В восьмом классе Ксюша поняла, что знаний деревенской школы ей недостаточно, и она решила поступить в Кустанайскую школу-интернат для одаренных детей. Для этого ей в 14 лет пришлось уехать из родного поселка в город, где девочка начала новую жизнь без родителей. Было сложно, потому что это подростки. Как мы знаем, подростки – это люди не то чтобы жестокие, а люди, да нет, можно сказать, это жестокие люди. Потому что у подростков есть своя правда. Переходный возраст – это очень сложное время, и ни для кого это не секрет. И как раз-таки, когда ты новый, ты становишься белой вороной. У меня было такое. У меня было такое, что я ночью под подушкой плакала, сидела, просилась домой к маме. Но я знала, что мне это необходимо для моего будущего в первую очередь. Сейчас Ксения вспоминает это время с улыбкой, потому что она смогла все преодолеть. Это победа! Да, это реально победа. Это победа. Также Ксении удалось выучиться на журналиста. Сейчас молодую предпринимательницу часто приглашают на радио и телевидение в качестве гостя. Но когда-то она сама работала по профессии – диджеем на одной из местных радиостанций. В то время девушка параллельно основной работе создала свой первый бизнес-проект под названием «Мафия». Где люди играли в популярную ролевую игру. Этим я занималась практически год и выросла, конечно, в разы. В плане предпринимательства и вообще осознания того, что я могу не просто быть журналистом и ходить и подтверждать свой диплом. А я могу еще и заниматься чем-то другим, в принципе. Я способна на большее. И когда я начала заниматься именно предпринимательством, я поняла, что это мое. Я думаю, что моя сестра все время развивается. И то, какое она была в детстве, и то, какое она сейчас-то, не то чтобы два разных человека, но это другой уровень. Она постоянно ищет новые способы модифицировать себя и улучшить. Следующим этапом молодой предпринимательницы стал велопрокат. Она первая в городе освоила этот бизнес. Начинала с пяти велосипедов. Сейчас у нее две точки и более сотни различных моделей велосипедов и веломобилей. Очень много людей считает, что для того, чтобы начать свое собственное дело, нужно много денег, например. На самом деле самое главное – это стремление. Потому что если у тебя нет финансовых возможностей стартануть в своем деле, но эта идея действительно достойная, то каждой достойной идеей можно найти инвестором. И любой человек, который живет своей мыслью о каком-то старте бизнеса, какой-то проект у него есть, то можно найти, хоть из-под земли достать, всегда можно найти. Самое главное – этого хотеть. Если человек действительно этого хочет, то он это действительно получит. В этом году Ксения организовала массовое открытие велосезона. Мероприятие было насыщено конкурсами, танцами, проходила детская выставка рисунков на тему велосипед и здоровья. В завершении открытия состоялся масштабный велозабег. Как говорит сама Ксения, таким образом она хочет создать в нашем городе развитую велокультуру. Мы уже буквально с ней знакомы третий год. Вот ее гражданская позиция замечательная. Она для нашего города, можно сказать, находка. Таких как бы больше таких находок, потому что она плюс один из самых главных моментов совершает. Она оздоравливает наших детей, молодежь нашу. И плюс какие-то проекты сделает совместно с городом. Организовывала Ксения и благотворительные велозабеги. С помощью подобных акций молодой предприниматель собирала деньги детям, нуждающимся в лечении. У меня это не отнимает много времени, но зато я делаю жизни какого-то определенного человека лучше. Я даю ему возможность верить в добро элементарно. Потому что если по крупицам, по крупицам собирать добрые дела, они станут чем-то большим, чем просто жилый журек, как мы назвались. Это добрые сердца. Делать добрые дела заведено в семье Чичулиных. Двоюродная сестра Ксения и Ольга, помимо своих основных дел, ведет социальный проект под названием «Хелпербокс», что означает «Ящик помощи». По ее инициативе в городе установлено несколько подобных боксов, куда все желающие могут принести свои вещи. Собранное передают семьям, которые в этом особенно нуждаются. Между тем, сестры всячески помогают друг другу в продвижении своих проектов. Моя сестра – это горячий и свежезаваренный эспрессо, тройной. Если вы с ней свяжетесь, то вы наткнетесь на лавину ее мыслей, эмоций, и она вас задавит. Я знаю нескольких парней, которые ее по-настоящему боятся. Она конкурент, она воин, она может составить конкуренцию любому в нашем городе, если у нее есть, конечно, на это желание. Ее стремление, чем она мотивирует себя, она об этом пишет в своем блоге, который она ведет с этого года. Печатаю в страхе. Кустанай – это город, в котором репутация идет впереди человека. Если я не справлюсь, назови меня попсой и обвини в чем хочешь. Но я справлюсь, я буду стараться очень от чистого сердца, чтобы максимум до 31 декабря 2016 доказать в первую очередь себе, что абсолютно все реально для каждого человека. Ведь так вы ставили себе цели и жили ими. Я ставлю. Вернее, они поставлены. И действительно, Ксения публично поставила себе 9 конкретных целей, и она озвучила их в своем блоге, который ведет в одной из популярных социальных сетей. Там же она делится тем, каким образом у нее получается достигать поставленных целей, среди которых покупка дорогого внедорожника, прохождение образовательных курсов, сбор средств на благотворительность, а также проведение в Кустанай семинаров по развитию бизнеса. После успешного проведения семинара, на котором собралось около 100 человек, некоторые участники захотели получить больше знаний по пройденной теме. Ксения незамедлительно организовала школу «Бизнес-прорыв», где участникам предоставляется такая возможность. У меня где-то отразилось, я такая здесь была, думаю, ой, я хочу к ним зайти. Также я говорю, как мы, вы брендируете пакетики, реально люди ставят даже элементарно по тем же ссылкам, они просто скидывают, ой, это они. Я даже помню, что Стив Джобс рассказывал про то, что у них первые даже компьютеры, которые были, они непосредственно подошли не к самому компьютеру, а чем они начали отличаться. Они начали отличаться упаковкой. Наталья Дубровина оказалась в числе первых учеников школы «Бизнес-прорыв». Говорит, что общение с Ксюшей потолкнуло ее на реализацию проектов, о которых она давно уже думала, но никак не решалась начать. Сейчас, со слов Натальи, бизнес-леди думают над совместным проектом. Она очень такой позитивный человек, заражает людей энергией. И мне понравилось, что она начинает делать все быстро-быстро, не откладывая. И я так поняла, что я хочу так же, как она, я хочу так же вместе с ней двигаться. И поэтому у нас началось очень много общих интересов. Я помню, как мне было тяжело. Мне тогда никто не объяснял, мне тогда никто не рассказывал. Не было таких семинаров, которые мы сейчас проводим. Не было даже человека, которому я могла просто написать. «Слушай, расскажи мне, подскажи, а может быть, скажешь, как так сделать лучше или так сделать лучше». Сейчас я хочу создать такую атмосферу для ребят, которые еще такие молоденькие, сырые, но они хотят. Самое главное – это если они целеустремленные. Вот если они целеустремленные, то пойдем ко мне. Мы будем вместе что-то делать. На вопрос, чувствует ли Ксения на себе популярность после того, как начала вести блог, она смеется. Мол, фотографироваться еще никто не подходит. Хотя люди, по словам девушки, признаются, что читают ее публикации. Но для Ксении это не самое важное – введение онлайн-дневника. Я пишу в первую очередь для того, чтобы промотивировать саму себя. Потому что я, если публикую пост, я его перечитываю потом, попозже. И я смотрю, как я написала. Даже некоторые записи, которые я опубликовала 20 дней назад, я сейчас перечитываю, они меня вдохновляют. Я думаю, вот это у меня настрой был огненный, вот это я молодец. Так надо, так держать. Нам нужна вот эта презентация, про которую мы говорили. Прямо по шагу. Прямо по шагу. Одна из девяти поставленных целей, которых ей нужно достичь в 2016 году – это отправиться в путешествие по Европе. Ксения делится, что сейчас у нее совершенно нет выходных. Днем в будьи дни решения операционных задач, вечером на велопрокате, а в воскресенье она работает в своем офисе в качестве администратора. Сдает квартиры в аренду. У нее сейчас, в общем, около 30 сотрудников, поэтому сильно расслабляться ей просто нельзя. Это люди, у которых есть семьи. Это люди, у которых есть дети. Это люди, которые всегда идут на работу с сознанием того, что в конце месяца они получат зарплату. Они ждут повышения зарплаты, ну, например. Это люди, которые ждут какого-то роста нашей компании. И самое главное, что мы все команда. И для меня самое главное – это то, что я чувствую за них ответственность. Для меня очень важно не подвести свой коллектив и не подвести людей, которые со мной рядом. Савидова Юлия трудится в компании Ксюши администратором около года. В первую очередь, если что-то случается, ситуации, на которые я не могу найти ответа, или с которыми мне тяжело справиться, я в любой момент, даже ночью, могу позвонить ей, и она всегда не откажет, а поможет в этой ситуации и подскажет, как лучше сделать. Предприниматель – это человек, который по первому зову своей компании бежит, даже не помыв голову, убегает из дома. Потому что когда ты знаешь, что у тебя там где-то что-то горит, ты забываешь просто абсолютно обо всем. Потому что твой бизнес становится для тебя маленьким ребенком. Когда за ним нужно ухаживать, его растить нужно, воспитывать где-то. По словам Ксении, все, что ты делаешь для людей, возвращается с Торицей. У любого смертного человека есть перепады настроения. У любого смертного человека есть какие-то обычные факторы физические. Не знаю, погода плохая, настроение может ухудшиться, работоспособность не всегда зашкаливает, энергии не всегда может хватать. В этом случае всегда помогают люди, которые находятся с тобой рядом. Люди, которые тебя мотивируют, на которых ты смотришь, и которые, допустим, ждут от тебя каких-то определенных действий, они ждут, что ты пойдешь вперед, они пойдут за тобой. Или наоборот, когда у тебя что-то не получается, они тебе скажут, да все в порядке, все получится, у нас все получится, потому что мы вместе. Буквально вчера один человек мне сказал, что активных людей в нашем обществе было около 10%, не больше, по крайней мере. И, наверное, может быть, если не я сделаю, то кто это сделает? А ведь люди хотят посещать мероприятия, люди хотят быть активными, но не все умеют это делать. Все мы должны вести активный образ жизни. Для чего? Для того, чтобы когда-нибудь потом вспомнить не то, как я валялся дома на диване и смотрел гору фильмов, а то, как я участвовала в велопробеге, то, как я достиг каких-то определенных результатов в спорте даже, если, например, наши способности, они безграничны на самом деле. Сейчас Ксения работает над управлением своим временем, над тем, как выстроить график таким образом, чтобы все охватить, чтобы везде поспевать. Выходит, это у нее очень редко, ведь много времени тратится впустую, сетуют предприниматели. Есть у Ксении и мечта, только она вовсе не материальна. Я каждый день работаю над собой. Я каждый день пытаюсь совершенствоваться, и я каждый день прилагаю очень много усилий к этому. Я человек амбициозный, и если они будут вотворяться в жизнь мои цели, я не буду чувствовать счастья. Если каждый день у меня будет проходить амебно, то я не буду чувствовать удовлетворение. Если каждый день я буду тратить впустую, то я буду себя за это пилить самой большой пилой. Если я сегодня сделала как можно больше максимально, выжила из себя и сделала много плодотворных каких-то дел, которые мне помогут завтра, послезавтра, или не только мне помогут, но еще и людям, которые рядом со мной работают, которые живут рядом со мной, то я буду чувствовать себя очень хорошо, я буду счастлива, добью за мной.